Всем привет! Добро пожаловать в гости! Сегодня 8 марта и всех женщин, девушек, девочек, бабушек, в общем, всех, кто 8 марта считает праздником, я просто поздравляю! Желаю, чтобы у вас внутри была своя гармония, какая-то и хорошее настроение. Когда внутри всё хорошо, то никто никогда не испортит настроение, не поменяет мнение. В общем, делайте себе праздник, и пусть всё будет хорошо. Я сказала, что кто считает этот день праздником, потому что я вспоминаю, что у меня были года, годы, когда мне не нравился этот праздник, и история не нравилась, откуда он пошёл. И как-то мне, знаете, что казалось, что, блин, один день в году, когда все мужчины, как потерянные, идут, бредут по городу в поисках цветочка, и неужели вот мой муж в числе этих мужчин, и я даже просила там мужа, мальчиков, были такие годы, не поздравляйте меня в этот день, ну не хочу, но лучше раньше. Сыновей в смысле? А я что говорила? Мальчиков. Ну да, сыновей, мальчиков. Ну, говорила, ну раньше поздравить, ну вообще не поздравляйте, ну пусть какие-то другие годы, ну вот вообще, как бы, мне не нравилось вот это. А сегодня, скорее всего, в силу того, что, наверное, плотный рабочий график, плюс какие-то вот мероприятия такие домашние, я просто устала немножко, и мне хотелось праздника, и я его сделала. Правда, у нас Мишутка уехал во Львов, Викуся ушла гулять с подружкой, а мы вот таким составом. Елисейчик, у тебя, конечно, настроение, отличная погода, отлично, лично на своём велобайке. Елисей идти не хотел с нами в парк, но всё равно, кто у нас главный, у кого праздник, тот и командует. Вот так вот. Чё ещё рассказать вам? Идём. Позавтракали холодцом, Мишенька подарил тюльпаны вчера, и шоколадку, потому что он уезжал, и он заранее. А муж, Елисей, даже дотя, все поздравили сегодня. А я дотю ещё, кстати, не поздравила, а очень хочется. А мы поздравили всех. Вы молодцы. Вы большие молодцы. В парке красота, конечно, погода радует, тепло так, тихо, даже чем-то похоже на осень. Я иду и наслаждаюсь, просто наслаждаюсь. Хочу погулять по парку, и вечером нужно будет ещё подумать, Викуся завтра выступает в большом торговом центре, и мне, нам вместе с ней нужно продумать ей наряд. Если ничего не продумается, и мы не успеем, то пойдём стандартно, вышиванка, венок там, и всё такое. Ну, хотелось бы посильнее так продумать образ, потому что, когда есть образ, легче выступать. Такие сосны. Кстати, аромата нету. Осенью, когда идёшь, и здесь всегда очень пахнет сосны, ёлки. На шашлычок очень. В парке высадили вот такие вот молоднячок сосны. Маленькие, где-то с метр, даже метр двадцать, может. Их вот так много-много. Видите, прям. И повыпиливали всё старое. Повыпиливали старое сосны, которые уже... Ну, старьё всё повыпиливали. Много. Остался молодняк. И совсем новеньких насадили. Приятно видеть, что что-то делается. И у нас тут целая аллея с цветами, мылом ручной работы. Что ещё? Пряники. Всё к восьмому марту. Да, мягкие игрушки. В общем, целая аллея. Да, я в кадре. Уже, правда, закрываются. Да, не красиво. Пока мы делали покупки, встретила Викуча. Она пришла, рассказывает. Встала? Да. Говори привет. Привет. Всех с праздником, говори. Не хочу. Почему? Потому что я не хочу поздравить. Почему? Позяв ты за меня. Она всех поздравляет с праздником и желает много денег на покупку красивых вещей девочкам. Мы с вами с вами... Саня не любит платье. Покажи, накупили кучу чипсов, да, себе? Саня не любит платье. А я, короче, выбрала одна птихающая. У нее птихающая, у нее птихающая, она птихающая. Угу. А мы выбрала птихающую птихающую птиху, такая, Вика, нет, Вика, нет, Вика. Красиво в итоге ей было. Да, она понравилась, и потом одежду я смело брала птиху. В общем, они поменялись местами. Виктория выбирала подружке наряд, а подружка ей. Под конец я уже ей выбирала, потому что я быстро допиваю нарядов и быстро. А Соня, она сама сказала, Вика, короче, я знаю, какая у тебя профессия подходит. Селись. Все, мы идем на кассу. Мы купили шоколадку и решили подстраивать кассира на кассе. А у нас в Сильпо такие правила, что если ты хочешь что-то кассиру подарить, вот вручить. Поддержать. Ой, спасибо. И то нужно идти до охранника и подписывать чек, что ты, короче, хочешь оставить. В общем, пока мы эту процедуру сделали, и кассирше было очень приятненько. И я потом вспомнила, что да, у меня тоже сестричка, которая Олеся, она работала кассиром. И даже когда я принесла ей денежки, там, с днем рождения поздравить, тоже нужно было идти к охраннику, подписывать, в конвертике и передавать. В общем, немножко такие дурацкие правила. Все равно у них прослушка на кассе, и зачем эти все манипуляции, я не знаю. Ну, наверное, так надо. Я купила себе вот такой вот флюид, лориаль, гений увлажнения. Давно хотела его попробовать, но что-то как-то я менжевалась, потому что на него очень противоречивые отзывы. И уже я решила попробовать сама. Я взяла для нормальной смешанной кожи. А взяла свекровь, подарила мне денежки к 8 марта. Я решила их потратить вот таким образом. Вот такой вот натюрморт сейчас отправляю в духовку. Здесь и спаржа, и лук, и помидор мороженый, и морковь, картофель, и куриные бедрышки. Отправляю в духовку и буду ждать, а в ожидании буду вязать, пить чай. Ой, я как-то смог картофель. И что еще кушать? Что я себе вкусняшку купила? Орешки. Пока готовится ужин, делаю Виктории костюм. Она завтра выступает и продумала кое-какой образ. И получается, что пришиваю на сарафан заплатку. Она с брою козацкая кровь посысыхала. Ведут коня веноногла. Разбитие копыта. Она емалась и девочка. Хустына. Вкрыта. Ну и молодец. Ну это конец, там я буду... Я поняла. Из того, что я не знаю, изначально, то там не очень так получилось, как я. Да будет нормально все. Получу я удовольствие и все, поняла? Просто получаю удовольствие. Там же будет много камер. Да я этого не буду снять. Уже вечер. Мы... Я немножко устала. Находились, наотмечались, напраздновались праздника. Но завтра Викуся выступает, а потом мы с ней пойдем еще отдохнем. Сегодня я с вами буду прощаться. Всем пока. Еще раз всех с праздником. Спасибо, что заходите на канал, смотрите видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Переходите по ссылке в описании на мой канал, кому интересно. Ну да. Завтра ты будешь иногда снимать влог. Сейчас, кстати, стало так немножко неудобно. На видео, где есть дети, выключены комментарии. То есть это делает Ютуб. Это не владельцы каналов делают. И я сидела, разбиралась, как включить комментарии. На некоторых видео у меня тоже закрыты комментарии. И у Виктории на канале. И вообще у многих, у многих блогеров. Ну, у всех. Это программа Ютуба такая. И я пока что не знаю, как включить комментарии. Я прям задавала вопросы и другим блогерам писала в личку. И говорят, пока что никак. То есть это как защита... От хейтеров. Ну, каналов, где есть дети, чтобы там мат и все такое не писали. Это хорошо, потому что под моими видео часто под улитками пишут разные ни цензу, ни слова. Ну, пишут не совсем здоровые люди или, может, не совсем счастливые дети. Счастливые люди не будут ни материться, ни говорить какие-то гадости, ни писать. К другому человеку, когда не видев его. Тем более не превысив возможности человека, которого критикуешь. Если ты пере... Ну, если ты, не знаю, уже занимаешься этим делом... Достиг большего, то как бы это еще критика. А если большего критик не достиг, то это кретинизм. Все, всем пока. Пока.